Фильм «Небо» режиссера Игоря Копылова стал первой в российском кинематографе художественной кинолентой, повествующей о контртеррористической операции российских военных на территории Сирии. Шесть лет назад самолет Су-24 после выполнения боевого задания был сбит турецким истребителем. Члены экипажа сумели катапультироваться, однако подполковник Олег Пешков трагически погиб. В воздухе его расстреляли террористы. Подвиг героя России лег в основу новой киноработы. Посмотревшие отечественный блокбастер, курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени Павла Степановича Нахимова также имели возможность встретиться с севастопольскими актерами, поделившимися впечатлениями от съемок. Я рад, что такое кино появляется, потому что это все-таки мощно и очень качественно прежде всего. И на реальных событиях, на событиях важных для нашей страны, важных для людей обычных, которые находятся за гранью войны и тех, кто в ней участвует. Среди сыгравших в фильме севастопольских актеров – Виталий Амельченко, исполнивший роль героя в молодости. Для артиста это первый опыт в кино. Мне кажется, даже в молодости уже виделся этот стержень, этот боевой дух его, что можно было уже предположить, что этот человек станет героем. Я, конечно, могу уйти на гражданку, но я офицер. Офицер – это когда живешь для других. Съемки кинофильма проходили в Москве, Петербурге и Липецке, но большая часть из них – в Крыму. Его побережье невозможно отличить от Средиземноморского. По признанию актеров, такая слаженность в работе и воодушевление в рядах съемочной группы встречаются нечасто. Приехав на этот проект, конечно, удивляешься, что очень масштабно, очень масштабно, очень видно много денег, большие спонсоры, Минобороны, все это пахнет прям таким серьезным. Было интересно со всеми общаться, что-то. Каждый человек действительно было видно на площадке, что горел этой работой. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил включить картину в перечень киноработ, обязательных для просмотра в вооруженных силах. Курсанты-нахимовцы, среди которых были и принимавшие участие в съемках, высоко оценили показанную киноленту, которая едва ли оставит публику равнодушной. Художественный фильм «Небо» вышел в широкий прокат. Увидеть его можно в кинотеатрах города. Максим Давыдов, Дмитрий Лилека, Севенформбюро. Мы вошли в зону боевых действий.